Визави с миром Это дата какая-то с печалью смешанная Исторически у многих Но 53% россиян до сих пор сожалеют по поводу развала СССР Это естественно В этом нет ничего странного даже Но тем не менее Рождение новой структуры СНГ И прошло уже 20 лет Все-таки мы должны как-то в сознании отделять одно от другого Потому что СНГ стало на ноги И то СНГ, которая рождалась 20 лет назад Отличается, очевидно, существенно От того, что мы сегодня на практике наблюдаем Когда комментируем деятельность этого содружества Но тем не менее Вопрос из Москвы по интернету Сергей Николаевич Вы принимаете поздравления с 20-летним содружеством Независимых государств Некоторые считают эту дату очень грустной И 20-летие распада Советского Союза Как бы вы ответили? Ведь вы человек, судя по всему, поживший в Советском Союзе Много-много лет, да? Ну, если не много, то 10 лет 43, зрелый возраст Честно говоря, поздравления не принимаю Приходят телеграммы, письма Идут звонки Поздравляют руководители отраслевых советов Политики, общественные деятели Но я согласен с вами, что отношения к этой дате И не только в России На всем пространстве СНГ неоднозначные Часть Примерно, как вы сказали, половина Воспринимает эту дату как печальную дату Дату, связанную с распадом Великой державы Советского Союза Другие воспринимают ее в позитиве Как приобретение независимости Как создание новых возможностей Для развития независимых государств И именно по этой причине 8 декабря, день подписания Беловежских соглашений Больше все-таки воспринимается Как дата печальная Ну, по крайней мере, нерадостная А что касается создания Содружества независимых государств То большинство склоняется на пространстве СНГ К дате 21 декабря Когда в Алма-Ате Была подписана декларация Известная алма-атинская И к трем государствам Участникам Беловежских соглашений Предсоединились еще остальные Бывшие советские государства И приняли решение О создании Теперь уже в более широком формате Содружества независимых государств Официально все-таки дата Это связано с алма-атинскими событиями И с Белевешской Честно говоря, у нас нет официальной даты А вот надо было, чтобы разъединить Разъединить одно событие Не без грусти, да? Не без печали Было бы логично, но хорошо Вот, и За эти годы действительно Было и позитивное развитие И, к сожалению, были огромные проблемы Вы помните, что в начале Большинство восприняли все-таки С эйфорией В государствах Получение независимости Суверенитета И была надежда Как впоследствии Оказавшаяся иллюзия О том, что разъединившись Большинство государств Бывшего Советского Союза Заживут лучше Вот мы отделимся И будем жить лучше Но жизнь показала, что Произошло совершенно Наоборот И проблемы посыпались И экономические И, к сожалению, политические И социальные И Первые десятилетия существования СНГ Было очень тяжелым для всех И Примерно В конце века только Вот Произошел перелом И перелом произошел еще и потому Что пришло осознание Что суверенитета прекрасно Но Проблемы, которые появились Которые возникли По многим направлениям Деятельности Намного проще решать легче И вот тогда Начался процесс Более активного Интеграционного сотрудничества И сейчас все-таки Большинство рассматривает Существование Создание СНГ Существование Функционирование Развитие Осовершенствования Как позитив Вы знаете, вот есть такой Конкретный вопрос Очень интересный Который мог бы высветить Да, итоги 20-летней деятельности СНГ Вот Тот же слушатель из Москвы Спрашивает Каковы итоги СНГ За 20 лет В экономике Интересно Какая-либо из стран СНГ За 20 лет Превзошла Уровень своего Экономического развития На 1990 год Оценки Слышны разные Вплоть до того Что никто на прежние рубежи Так и не вышел Как на самом деле Экономическое сотрудничество Является приоритетным В рамках Содружества Независимых государств И это Объективно Понятно Почему? Потому что Экономика Составляет Основу взаимодействия Экономика Способствует Экономическое развитие Позитивное Способствует Естественное Процветание И повышение Международного Авторитета Государств И именно поэтому Первоочередное Внимание Рукателей Государства СНГ Удивляет Экономическая интеграция Именно по этой причине Был создан Экономический совет СНГ На уровне Вице-премьеров Именно по этой причине Экономический совет СНГ Это тот Высший орган Содружества Который собирается Чаще других Последнее заседание 52 заседание Состоялось Несколько дней назад 9 декабря В Москве Были рассмотрены 16 вопросов И я хочу сказать Что Как на этом заседании Так и на всех заседаниях Экономического совета СНГ Предыдущих Рассматриваются Очень важные вопросы Здесь сотрудничество И в сфере транспорта И в сфере энергетики И в сфере связи То есть На тех направлениях Где без взаимодействия Между Бывшими Советскими государствами Просто невозможно Сохранить Стабильность В экономике И в народном хозяйстве Наших стран И вот совместные усилия Наряду конечно же С собственными Национальными Усилиями Мерами Государства СНГ Они привели к тому Что В начале этого века Уже Произошел Перелом В экономическом развитии И большинству государств Я хочу особо подчеркнуть Большинству государств Удалось достичь Уровня 1990 года Уровня ВВП Четыре государства У нас Немножко отстают пока Это Молдова Таджикистан Если мне память не изменяет Киргизия И к сожалению Украина Эти государства Несколько отстают Остальные же уже Перешли Этот рубеж Да Перешли этот рубеж И идут в позитиве Сергей Николаевич Можно ли сказать Что СНГ Помогло преодолеть Ту очевидную драму В экономике Которая возникла С распадом СССР Я имею ввиду Глубоко интегрированный рынок Когда некоторые республики Производили то Что в других республиках Не производилось Когда поставщики Каких-то деталей Каких-то смежники Работали на некоторые Предприятия в России Или в другой части СССР Работало Сразу несколько предприятий Конечно Что-то рухнуло И ушло безвозвратно Я это понимаю Но все-таки СНГ Помогло Самортизировать Эту ситуацию И какой-то Какой-то мере Удержать Вот эти Интеграционные Горизонтальные Связи СНГ Пользуются И сегодня Спросом И поэтому Мы нуждаемся Очень во взаимной торговле И именно По этой причине В последние годы Рост взаимной торговли Существенно вырос Между государствами СНГ Хотя Следует и признать Что Независимость Предоставила Возможность Государствам СНГ И развивать Собственное Правление В экономике В частности Могу привести Пример Автомобильную Промышленность В Узбекистане Построен Автомобильный завод И продукция Которая Продается И у нас В России Вы знаете И в других Странах СНГ И пользуется Спросом Таких Примеров Можно привести Немало Поэтому Я хотел бы Еще раз Сказать Что Независимость Она Дала Немало Позитивного В развитии Экономического Страна СНГ Но Необходимость Тесной Взаимодействия Между ними Она сохраняется И я глубоко Убежден И в силу Географической Близости И в силу Традиционных Кооперационных Связей Она сохранится Еще на многие Говори Спасибо Из Минска Вопрос При разводе Бывших Союзных Республик СССР Удалось избежать Большого Кровопролития Да Были конфликты Гибли люди В Приднестровье В Нагорном Карабахе И ряде Других Мест Но Югославского Сценария Не состоялось С высоты 20 прошедших Лет Как думаете Почему Ну я Здесь вижу Честно говоря Две причины Первая Все таки Многовековое Сосуществование В одном Государстве Оно Позволило Создать Такие Тесные Межэтнические Культурные Человеческие Связи Между Гражданами Наших Государств Которые Одним Махом Разрубить Невозможно И не смотря На попытки Националистически Настроенных Лиц Во всех Государствах Этих Лиц Это меньшинство Но они К сожалению Активные Они К сожалению Активные И поэтому Вот эти конфликты Возникли Это не секрет По вине Именно Националистически Настроенных Представителей Народов Стран СНГ Но Большинство И я хочу Это подчеркнуть И по сегодняшний день Все-таки С большой симпатией Относятся К друг другу Заинтересованы В тесных Контактах Это одна причина Одна причина Почему Эти конфликты Не разрослись До такой Кровавой бойни Которая Произошла Вот В Европе А вторая причина Это конечно Возобладал Разум политиков И вот здесь СНГ Сыграло Огромную роль Ведь Миротворческие усилия Именно Содружество Независимого Государства Позволили Прекратить Гражданскую Войну В Таджикистане Миротворческая Миссия СНГ В Абхазии Тоже Была Препятствием На пути Обострения На пути Возникновения Каких-то Конфликтных Скажем так Военного Противостояния В Абхазии Она прекратила Свою миссию Вы знаете В 2008 году Но тем не менее В течение многих лет Именно присутствие Этой миссии Мешало Обострению Препятствовало Обострению Ситуации В том регионе Что касается Существующих Ныне Еще сохраняющихся Конфликтных Таких Очагов На пространстве СНГ То Слава Богу Что Сейчас там Мир И предпринимается Огромные усилия Всеми государствами СНГ С участием И мирового сообщества Для того Чтобы окончательно Вырешить эти конфликты Я хочу сказать Что мы молим Бога Чтобы Были найдены Мирные варианты Решения этих конфликтов И Все представители Государства СНГ В той мере В которой они могут Они конечно Способствуют Разрешению этих конфликтов Вы знаете Об огромной роли России Которая Пытается помочь В разрешении этих конфликтов Аналогичную роль Играет и Украина Например В разрешении Ситуации В Приднестровье И мы очень надеемся Что И здесь Разум победит Спасибо Из Астрахани вопрос Все страны Члены СНГ После разрушения СССР Выиграли Если можно говорить В таких терминах Независимость Но может быть Они что-то и проиграли У них теперь Кстати не возникает Мысли о том Что независимость Очень дорого стоит Ну вот прошло 20 лет Да если мы Вот скепсис Относительно Того что Независимость Сама по себе Да Как Уникальная ценность Да Все ценят Свою независимость И личность И государство Семья Да Как-то Себя Все-таки Ощущает Как независимое Ячейка общества Но вот Та форма Независимости Которая была принята Вы ощущаете И в политиках И в Просто Среди простых людей Что Ну от Такой формы Независимости Люди немножко подустали Что надо искать Какие-то Решения вопросов Ну если Не на союзном Совсем уровне Да Вряд ли возможно Возвращение В прошлое Я думаю Что оно невозможно Это невозможно Что оно невозможно Это утопизм Но Тем не менее Формы какие-то Больше возближения Больше интеграции Вот Если баланс Этих Настроений Вы сказали В начале 90-х Явная была Эйфория В значительной части Да Сожалели Что распался Советский Союз И тем не менее Значительная часть Ощущала Как благо Вновь обретенной Суверенитет И независимость А сейчас как Ну Вообще известно Что абсолютно Независимости нет И не может быть Поэтому это иллюзия Быть абсолютно Независимым Более того Я скажу Определенная Зависимость Она и Нужна Я имею ввиду Активное Экономическое Взаимодействие Тесные Коммунитарные Контакты Кроме того Нужна Зависимость В сфере Безопасности Для того Чтобы противостоять Общим угрозам Я уже неоднократно И в бытность Свою В прежней должности И сейчас Повторял о том Что В то время Как Преступный мир Объединяется В какие-то Международные Картели Наркодельцы Объединяются Террористы Тоже Объединяются В какие-то Международные Террористические Организации То Представители Цивилизованных Государств Просто обязаны Объединять Здесь свои усилия Для того Чтобы противостоять Этим общим Угрозам Только так Можно Обеспечить Стабильность И безопасность Поэтому Зависимость Вот в таком В позитивном Смысле Она Благо И Вот осознание Этого Что Зависимость Это тоже Может быть Благом Оно как раз Приводит к тому Что многие государства Тянутся В Евросоюз Например Это очевидно Да и на пространстве СНГ У нас есть Члены Содружества Которые Очень стремятся В Евросоюз И большинство Слушателей И читателей Знают Об этом Поэтому Мне представляется Что Оптимальной Является Зависимость Которая Не мешает Государству Народу Конкретной Страны Свободно Развиваться Свободно Говорить На своем языке Но Делать это Можно И нужно Мне представляется Вместе Со своими Соседями Вместе С партнерами Вместе С друзьями Это делает Намного легче И Осознание Эти истины Как раз Мне кажется Я убежден В этом Является Как раз Таким моментом Который Побуждает К сохранению Нашей общности В рамках Сотружества Независимых Государств Спасибо Вот Как раз Из Казахстана У нас Вопрос Из Астаны Сергей Николаевич Вы бываете На саммитах СНГ Ну естественно Какое у вас впечатление Как относится Главы Государств Стран Участниц К самому Сотружеству Чувствуется Скажем Чувствуется ли Энтузиазм В проведении В проведении Саммитов Говорят ли они В кулуарах О своих отношениях С СНГ И Интересный вопрос Какие государства Относятся к этой Обязанности С большим рвением А какие с меньшим Ну конечно Вопрос сложный Для дипломата Но тем не менее Ну почему Чтобы никого не обидеть По части рвения И на этот вопрос Есть Довольно таки Четкий Ясный ответ Так Хорошо Я В течение Прошедших Четырех лет Неоднократно Присутствовал И на формальных Саммитах И на неформальных Встречах Глав государств Странсодружества И Поэтому Хочу сказать Более того Подчеркнуть Даже что Разговор Всегда Очень откровенный И доверительный И вот Я вспоминаю На одном из Неформальных Саммитов Несколько Президентов В такой Откровенной Дискуссии Согласились Что Нет в мире Такой площадки Где бы вот они Так свободно И откровенно Могли выражать Своё мнение Ни В рамках Восьмерки Известной Ни в рамках Двадцатки Ни на других Форумах Вот недавно Собирались В рамках АТС Нет такой Откровенной Доверительной Атмосферы Которая Присутствует На неформальных Саммитах Содружества Независимого Государства И Это действительно Так Разговор Очень откровенный Проблемы Которые Есть Они есть Конечно И мы их Не скрываем Обсуждаются И что Очень важно Они обсуждаются С желанием Найти решение Вот это Очень важно Желанием Найти решение И эти решения Находятся То есть Все с одинаковым Этузиазмом Ищут решение Нет Почему же Разные Подходы Разные Но Кто с большим Ревением Ну Россия Конечно Понятно Но Это тоже не секрет Что В рамках Содружества Независимого Государства Сложилась Разная Уровня Разная Скоростная Интеграция Те государства Которые Сегодня готовы К более тесному Сотрудничеству Сфере безопасности Например Они объединились В ДКБ Это известно Те государства Которые Готовы Тому Кто является Членами Этих Скажем так Продвинутых Объединений Они естественно Ведут себя Более активно Они более активно Выступают За интеграционные Взаимодействия Но Я ни в коем случае Не хочу Вот Умолить Степень Участия Других Государств Вот Впервые За 20 лет СНГ Председательство С 1 января 2012 года Принимает Туркменистан Который Ну Откровенно Признаюсь В предыдущие Годы Не очень активно Да Участвовал В наших Интеграционных Делах Ссылаясь На свой Нейтральный Статус Этот статус Сохраняется Более того Этот статус Признан Другими Государствами И странами СНГ Да Странами СНГ Но Несмотря На этот Нейтральный Статус Все Государства Согласились Тем Чтобы Передать Председательство Туркменистану Он остается Членом Содружества Это будет Интересный Период Да Это будет интересно Я считаю Что это очень важно Спасибо Спасибо Ну вы знаете Есть такая Животрепещущая Тема Она Наверное Касается Практически Всех Участников Всех Членов Стран Содружества Конечно Конечно После Распада СССР Миграционные Потоки Приняли Какой-то Совершенно Хаотический Характер По-моему Наше Академическое Сообщество Пыталось Как-то Что-то Какие-то Тренды Тенденции Выявить Но выявило Наиболее Такие Бросающиеся В глаза На самом деле Все Как бы Смешалось В доме Да И Этот процесс Долго Потом Структурировался Законодательно Да К нему Привыкали Психологически Но все-таки Вы знаете Всю остроту Этой Проблемы Миграции Причем Я в данном Случа Имею ввиду Не только Россию Хотя Нам-то Эта Проблема Близка И Понятно В России И Если уж Так Говорить Что То основные Миграционные Потоки Идут Из стран СНГ В России Не наоборот Но тем не менее Есть и обратные Какие-то Процессы Да Там Пограничие Да Какие-то Сезонные Но тем не менее Вот эта проблема Миграции И передвижения Как она Видится С точки зрения Вот Исполнительного Секретаря СНГ Проблема Очень актуальная Волнующая Граждан Наших Государств Именно По этой причине Ей уделяется Очень большое Внимание В нашем Интеграционном Взаимодействии И Именно По этой причине Был создан Совет Руководителей Миграционных Ведомств Стран СНГ Который Сразу же С первых дней Создания Очень активно Включился В деятельность С целью Поиска Путей Решения Вот этих Названных Проблем И Хочу сказать Что за короткое Время Удалось Кое-чего Добиться В частности По инициативе Именно Совета Руководителей Миграционных Ведомств Была разработана Специальная Конвенция По защите Прав Трудовых Мигрантов На пространстве СНГ Это очень важный Документ Он был принят Примерно Два года Назад Почему Потому что Все мы Слышали О бесправном Положении Мигрантов И не только В России К сожалению Проблемы Миграции Существуют И в Казахстане Вы знаете И в других Республиках Содружества И Сейчас Базируясь Именно На этой Конвенции Уже Предприняты Конкретные Шаги По защите Прав Трудовых Мигрантов Вырабатываются Другие В развитии Этой Конвенции Документы Которые Защищали И социальные Права И Здоровье Мигрантов Которые Способствовали Тому Чтобы Ни в коем Случае Не допускать Тех Случаев Которые Имеет место Быть К сожалению Когда в рабское Положение Попадают Мигранты Приезжая В соседнюю Республику СНГ Поэтому Эта работа Продолжается Совет Руководители Миграционных Ведомств Возглавляет Руководители Федеральной Миграционной Службы России Ромодановский Константин Олегович Он активно Участвует В этой работе И что Очень важно Он получает Поддержку Со стороны Руководителей Государств СНГ Я надеюсь Что Все эти Совместные Усилия Помогут Нам решить Эти многочисленные Проблемы Святые С трудовой Миграцией Я понимаю Сергей Николаевич Что вообще Этой темой Занимаются И Федеральные Уедомства Федеральные Миграционные Службы В первую очередь И МВД Очевидно И МИД Но Вот возникает вопрос А к вам Обращаются Кто-нибудь Вот с Какими-то Жалобами С проблемами На эту Тему Обращаются Обращений Немало И Я скажу Не только По Миграционным Делам По пенсионным Например Обращаются Многие Ветераны Пространства СНГ В какой-то Стране Не признается Семная Стаж Ну где-то Какие-то Скажем так Упущение Чиновников И мы Стараемся Помочь Ну Исполнительный Комитет Это Исполнительный Исполнительный Секретариат Собственно Мы Как передачное Звено Но В этом Наша задача Способствовать Решению И контролирующей Организующей Координирующей Структуры Поэтому Саммита Конечно Мы ничего не решаем Но Мы Помогаем Найти Пути решения Именно по этой причине Вот эти все Обращения Мы Соответственно Адресуем Структуры И СНГ И национальные Органы С убедительной Просьбой Оказать содействие И помочь В решении Того или иного Вопрос Вот вопросы Ветеранов Ветеранов войны И ветеранов труда Они наверное Тоже всплывают В вашей работе Да конечно Особенно Среди Военнослужащих Которые Служили на территории Бывшего Советского Союза В той или иной Стране А потом При переезде Потеряли И связаны С вашей Прошлой Деятельностью Вот скажите Мне пожалуйста Я понимаю Так что Если есть Нелегальная Миграция То с ней Надо бороться Независимо От политической Конъюнктуры А вас не Застораживает Когда иногда Компания Против какой-то Части Мигрантов Она Той же Нелегальная Но она Носит Такой Компанийский Характер По поводу Возникших Каких-то Трений С Нашими В том числе Членами Содружества Ну вот так Как это было С Аджикистаном Да Отлавливали В большом Количестве Вот это Какой-то Всплеск Оперативной Деятельности По поводу Но на самом деле Эта деятельность Должна вести Просто Либо принципиально Мы боремся С этим Либо Не надо Это Превращать В какую-то Компанию Потому что Наверное Это отражается На отношениях Между странами СНГ Или я ошибаюсь Ну вы знаете Как человека Который стоит На страже Нашего Интеграционного Взаимодействия И каждый день Делает все Для того Чтобы это Интеграционное Взаимодействие Было более тесным Чтоб люди Больше доверяли Конечно Подобные Случаи Они Настораживают Меня Они Расстраивают Меня Честно говоря Почему Потому что Это все Наносит Конечно Ущерб Нашим Интеграционным Делам Ну конечно Не секрет Что иногда Рвение чиновников Переходит Некоторые Границы И здесь Конечно Нужно Вовремя Привести Все Скажем так В должный Статус Спасибо Спасибо Из Санкт-Петербурга Вопрос В рамках СНГ Реализуются Совместные Программы Появляются На базе СНГ Новые Интеграционные Образования Расскажите С чего состоит Сегодня Текущая Жизнь Содружества Это общий Вопрос А вот Первая часть Вопрос Очень интересная Вы сами Сказали Что Сегодня СНГ По структуре Как напоминать Немножко Слоеный пирог Разные уровни Интеграции Вот Появление Евразийского Союза Очень интересное Явление Вот Об этом Пожалуйста Побольше Расскажите Но Сотружество Независимых Государств Это та Структура Которая Позволяет Взаимодействовать В рамках Тестру Всем В той степени В которой Это государство Готово Взаимодействие И в Евразии С ВДКБ Там более Жесткие Условия И еще К сожалению Не все Государства СНГ Готовы К этому Тестному Взаимодействию А вот В рамках Содружества Здесь условия Довольно-таки Либеральные Здесь нет Национальных Органов И именно Это Позволяет Всем Постсоветским Государствам Участвовать В этом Интеграционном Взаимодействии Почему Здесь нет Жесткой Какой Обязаловки И Хочу сказать Что Взаимодействие Очень тесно Вот Я сам До Прихода В Исполнительный Комитет Не подозревал Насколько Оказывается Активно Сотрудничает Государство Содружества Члены СНГ А потом Когда я Занялся Конкретными Делами Практической Работой Я увидел Что не Проходит И недели Чтобы В рамках СНГ Не встречались Представители Министерств Ведомств Общественности Писатели Ученые Деятели Культуры Если вы Зайдете На наш Интернет Портал СНГ Такой Есть Адрес Несложно Узнать И еще У нас Есть Сайт Исполнительный Комитет СНГ Это более Такая Официальная Информационная Страничка Давайте Назовем Это вы увидите CIS Info Нет Правильно Вот Пожалуйста CIS .info Это понятно www.info Вот Например А извините Тут еще www.idfis CIS .info По-английски Независимые Содружества Независимые Государства Английская аббревиатура Понятно И вы увидите Вот я Специально Посмотрел На этот Интернет Портал Перед Приходом Сюда В редакцию Только На этой Неделе Проходит Пять Или шесть Подобных Встреч Заседаний Советов Отраслевых И Вся Эта работа Приводит Конкретным Результатом Подписаны Очень Важные Документы Рассчитаны На длительный Период Взаимодействия В частности Вот например Основные направления Сотрудничества В сфере транспорта На период 2020 Года Стратегия Экономического Развития СНГ На период 2020 Года Стратегия Сотрудничества В сфере Атомной Энергетики Недавно Подписана Тоже На период 2020 Года И в этой Естественно Прежде Прежде Чем Быть Подписанными Они Проходят Очень Длительные Согласования Проработку Министерств Ведомствах Но Самое Главное Что Хотел Подчеркнуть Вот Этот Период На мой взгляд Достаточно Убедительно Говорит о том Что В СНГ Смотрят Будущее И Те Периодически Появляющиеся Публикации Иногда Или Телевизионные Радио Комментарии О том Что СНГ Вот Вот Прикажет Долго Жить Они Не Имеют Под Собой Основания Спасибо И Стой Вопрос О ДКБ И Таможенный Союз У всех На слуху Какова Динамика Этих Двух Организаций В рамках СНГ Вообще Вот такой Вопрос У меня Может Параллельно Этому Если Себе Представить Что Не Было СНГ Трудно Себе Представить Хотя Можете Ошибать Вы Не Поправьте Чтобы Появились Вот Эти Организации То есть СНГ Как Инкубатор Большой Инкубатор Где Родились Эти Союзы Более Такие Плотные Скажем Так что СНГ Действительно Получается Как Инкубатор Для этого Вы Совершенно Правы И Вот В эти Дни Когда Отмечается 20-летие СНГ И Когда Многие Политики Журналисты Обсуждают Эту тему Я уже Несколько Раз Слышал Вот Этот Тезис О том Что Именно Кропотливая Согласен Да Что Именно Кропотливая Вот Эта Работа В рамках Содружества Независимого Государства Зала Основу Для Появления И ОДКБ И Таможенного Союза И Единого Экономического Пространства Которое Мы Надеемся С 1 Января 2012 Года Уже Появится На Пространстве СНГ И Я Как Человек Двумя Руками Ратующий За углубление Взаимодействия Очень Хочу Чтобы Эти Проекты И Таможенный Союз И Другие Единогическое Пространство Оказались Успешными И Если Они Практическими Делами Докажут Что Это Выгодно Каждому Из Государств То Вне Сомнения И Остальные Потянутся К ним Уже Примеры Есть Вы Знаете Что Киргизстан Подал Заявление О приеме В Таможенный Союз И Таджикистан Думает Над Этим Дай бог Что Структуры Открытые Двери Открытые Этих Организаций Я думаю Что Касается ДКБ То И Таможенного Союза Но ДКБ Касается Такой Чувствительной Зоны Безопасности Которая Сейчас Особенно На Южных Рубежах СНГ Скажем Так Представляет Собой Повышенный Интерес С ухода В Американцах Из Афганистана Конечно Усиление Рули ДКБ Только Естественно Вне Сомнения Нам Нужно Будет Защищать Южные Рубежи Содружества Независимых Государств И В одиночку Ни Таджикистану Ни Другим Государствам Это Не Сделать Поэтому Конечно Здесь Нужны Коллективные Сили Спасибо Из Смоленского Вопрос Президент России Дмитрий Медведев Недавно Сказал Может быть Мы все Доживем До той Ситуации Когда Степень Интегрированности В СНГ Будет Другой Что В этих Словах Весьма Что В этих Словах Весьма Многозначительный Намек Или Вежливое Дипломатическое Предположение Я думаю Что Не то и Другое Я Вижу В этих Словах Оптимистичный Взгляд Будущее Содружество Незаместных Государств И Это не только Взгляд Медведева 3 сентября Этого Года В Душамбе Собравшиеся Там Президенты Страны СНГ Подписали Совместное Заявление В связи С двадцатилетиями Содружества И вот В этом Заявлении Четко Сказано Что Главы Государств Собравшиеся На этот Саммит В Душамбе Хотят Заявить Что Они С оптимизмом Смотрят В будущее Содружества Независимого Государства И вот Я как раз Усмотру Это Спасибо Ну вот Интересный Вопрос Тоже Из Смоленска О влиянии Мирового Кризиса На Экономике Ну и на Социальную Сферу Тоже Страны СНГ Как Государства СНГ На себе Ощутили Вот Это Прикосновение Дыхание Кризиса Влияние Очень велико 20 лет Независимости Позволили Государствам СНГ Активировать Связи С мировым Сообществом Одни государства Более активно Включились Мировую Экономику И Восстановили Связи В финансовой Сфере Другие Менее Активно Включились И Естественно Все Эти Взаимосвязи Они привели К тому Что мы Не остались Вне Кризиса И Логично Что те Государства Которые Более тесно Связаны С мировой Экономикой Они более Ощутимо Почувствовали Последствия Кризиса Это И Россия Это Украина Казахстан А те Государства Которые Более Независимы Были В своей Экономике Финансовых Делах Узбекистан Туркменистан Азербайджан Могу Назвать Они Достаточно Легко Пережили Кризис Легше Чем Остальные Участники СНГ Но Что бы я хотел Подчеркнуть Что Кризис Побудил Государство Содружества Активизировать Совместные усилия В экономической И финансовой сфере Для того Чтобы противостоять Последствиям Кризиса И в 2008 В октябре Только кризис Начался Президенты Странсодружества Собравшись В Бишкеке Срочно Решили Создать Постоянные Совещания Министра Финансов Странс СНГ Буквально Через 10 дней Министры Финансов Странсодружества Собрались В Москве И приняли Решение Разработать Совместные Меры Была создана Рабочая Группа Приступившая К работе И Где-то Через Полгода Примерно Был Разработан Комплексный Мер План Совместных Мер Преодоления Последствий Мирового Финансово Экономического Кризиса Эти меры Были Одобрены Потом Они были Утвержены Главами Правительств Стран СНГ Был подписан Соответствующий Документ И хочу Сказать Что Наряду Собственными Усилиями Государств Вот эти Совместные Меры Конечно же Способствовали Тому Что Кризис Не так сильно Ударил По нашим Странам И все Таки Удалось Достаточно Быстро Локализовать Эти негативные Последствия И Сейчас Как ситуация Более стабильная Да Да Вне сомнения Но Что примечательно Это совещание Министра Финансов Несмотря на то Что ситуация Достаточно Сейчас Стабилизировалась Приняли решение Не прекращать Свою работу И Уже Очередное Когда С евро Непонятно Что происходит Распускать Эту команду Не Мы сейчас Готовим Очередную Встречу Министра Финансов Стран СНГ Она Вероятно Пройдет В Астане В мае Следующего Года Последняя Встреча Проходила В этом году В Украине Летом Вы знаете Вот как-то Первые годы Особенно СНГ Это было Особенно Очевидно И так Рельефно Выступало Что ли То что Западные страны Европейские Многие страны Вообще Как бы Не признавали Это Новое образование Видимо Боясь Опасаясь Что это Попытки Возродить Советский Союз Ну и сейчас Сотружество Относится Так Насторожно И тем не менее Вот это Международное Признание СНГ Вы чувствуете Что оно За эти годы Каким-то Образом Трансформировалось В иное Отношение К СНГ За рубежом Как Содружество Это заметно Это заметно Почему я это Чувствую Я получаю Регулярно Приглашение На многие Международные Форумы И достаточно Солидные Форумы Ну Начну с того Что Уже В 1994 СНГ Получила Статус Наблюдателя В Организации Объединенных Наций Простите В каком году Еще раз В 1994 В 1994 Да В 1994 В 1994 В 1994 В 1994 В последующие годы Мы Стали Участниками Многих Международных Форумов Подписали Соглашение Взаимодействия В частности Исполнительный Комитет СНГ Подписал Соглашение Взаимодействия С Европейской Экономической Комиссией У нас Достаточно Тесное Взаимодействие С ОБСЕ Я Только что Вернулся От заседания Совета Министров Иностранных Дел Стран ОБСЕ В Вильности Которая Проходила Там 6-7 Декабря Я Участвую Во многих Форумах Которые Проводят ОБСЕ И в Вене И в других Городах Столицах Стран ОБСЕ Кроме того У нас Тесное Взаимодействие Шанхайской Организацией Сотрудничества 22 ноября Мы провели В Москве Встречу Руководителей Четырех Международных Организаций Это СНГ ШОС Евразес И ОДКБ И такие встречи Уже становятся Регулярными Мы решили Проводить их Ежегодно Мы встречаемся Рассказываем О нашей Деятельности Друг другу Согласовываем Наши планы Договариваемся О приглашении К другу На наши Мероприятия И я хочу сказать Что это тесное Взаимодействие Очень помогает нам И очень хорошо Проявила себя Миссия Наблюдателей СНГ На выборах На пространстве Содружества Она была Создана Эта миссия В 2002 году Решением Глав государств Для того Чтобы Создать Какую-то Альтернативу Западным Наблюдателям Почему Потому что Мы убедились Что Та оценка Она очень Однобокая К сожалению У них свой взгляд Не всегда К сожалению Объективный Поэтому Нужно было Противопоставить Наш взгляд На выбор Я хочу сказать Что Мы видим Одну и ту же Картину И те Наблюдатели И Наблюдатели СНГ Но мы Видим Эту картину Глазами Друзей А те К сожалению Не очень Дружественно Настроенных По отношению К нам Сторонних Наблюдателей Отсюда И различия В оценках Ну Если Подытожить Вот В ответ На ваш вопрос О повышении Роли СНГ Я хочу Сказать Что эта роль Возросла За прошедшие Годы СНГ Считается Критикуют Принижают Эту роль Но СНГ Действует Развивается И Я глубоко Убежден Что Успешная Деятельность Содружества Она будет Гарантией Того Что авторитет СНГ Будет возрастать Вопрос Спасибо Вопрос из Санкт-Петербурга Грузия покинула ряды СНГ И что она выиграла От этого Если вообще Что-то выиграла Что может При принятии СНГ В конкретном случае С Нагорным Карабахом Там опять все обостряется Вот две темы Региональные Давайте по Грузии Слушатель здесь Много задал вопросов Я выбрал только два У нас уже времени нет Пожалуйста Вот Грузия Ситуация с Грузией И ее выход из СНГ Нанесло ли это урон СНГ Ну и самой Грузии Я сразу же Я сразу же После получения Ноты От руководства Грузии О планах выхода Из СНГ Публично Выразил сожаление В связи с этим шагом Почему? Потому что И до сих пор Я убежден Уже прошло три года Что это не в интересах Грузии И это естественно Не в интересах СНГ У нас очень тесные связи До сих пор Сохранились По всем направлениям Сотрудничества Необходимость Сохранились Этих связей Очевидная Ну естественно Многие из них Были свернуты Хотя Примечательный момент На другой день После заявления О политическом выходе Из СНГ Мы получили вторую ноту От руководства Грузии В котором они просили нас Сохранить участие Грузии Во всех экономических Соглашениях И это действует до сих пор? Ну Эксперты наших стран И соответственно Представители государств Рассматривали эту просьбу Грузии И как же так Грузия и выходит А В экономических договорах Соглашениях хочет остаться И Послышались Раздались Такие голоса Что Ах так Раз выходит Так пусть выходит Но потом немножко остыли Эмоции Поугасли И Приняли решение Разрешить Грузии Участвовать в этих соглашениях Потому что это Взаимовыгодные соглашения И Грузия до сих пор Продолжает участвовать В более чем 70 Экономических договорах И соглашениях В рамках СНГ Я считаю Что Грузия не выиграла И Если Грузинское руководство Примет когда-нибудь Решение о том Чтобы вернуться в СНГ У меня такое предчувствие Что Ворота для этого Будут открыты СНГ Роль СНГ В конкретном случае С Нагорным Карабахом С конфликтом Ну я уже Поминал эту тему Это наша общая боль Это наша общая боль В той мере В которой это возможно Страны СНГ Пытаются помочь Здесь Некоторые С своим непосредственным Участием Как Россия В составе Минской группы Другие Скажем так В контактах С азербайджанским И Армянским руководством Со соответствующими Политиками Но мы Очень надеемся Что Будет найдено Решение Этой проблемы Почему Потому что Состояние Войны Состояние Вот это Противостояние Между двумя Соседними государствами Оно противоестественное Оно противоестественное Оно противоестественное Все это понимают И хотелось бы Чтобы Оба государства Оба народа Вернулись К естественному Состоянию мира Спасибо Спасибо Я хочу вас поблагодарить Наша передача Подошла к концу Напоминаю Гостем программы Визависмиром Был сегодня Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев Спасибо вам большое Успехов вам Мы и с Юбилеем С 20-летием Содружеством Спасибо большое Спасибо за приглашение А я хочу Пользуясь случаем Пожелать всем На пространстве СНГ Счастливого Нового Года И искренне пожелать Чтобы и в 2012 году И в последующие годы Мы стали ближе Друг к другу Спасибо Всего доброго Визависмиром Визависмиром Автор и ведущий Армен Агнисян Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин